Всем доброе утро! Мы вышли на прогулку, да, решили взять вас с собой. И мы пришли вот там, где я вам рассказывала, где животные есть. Мы гуляем там частенько. Большое помещение, не помещение, а пространство, и там детки играют, на коняшке катаются. Тут у нас овечки, да, пошли дальше. Слушай, там у нас свинюшка лежит. Две, по-моему. Вон там далеко ей построили сейчас. Две свинюшки. Где свинюшки, Дженни? Где, Дженни, свинюшки? Нету? Свинюшек нету? Вон там они далеко, далеко. Далеко, как здесь свинюшки, далеко. Да, День, День, как здесь свинюшки там. Ее опять обсыпало, я не знаю, что такое. Она слюнявит, а потом она остается у нее красненькая. Так, пошли дальше. Тут у них кролики. Я часто выставляла фотографию в Инстаграм, где мы тут гуляли, находились. День, мне очень нравится здесь наблюдать за ними. Козиток, кролики там, кролики там. Их много-много. Там он еще есть. Морские свинки там есть, да, День? И кролики там, Кози. Ги-ги. Ги-ги-ки, Кози. Да, кролики. И там у них еще есть козочки. Потом покажу. И пони, и кони. И все. Все это бесплатно. Здесь люди, которые работают, они работают тоже бесплатно. Как у вас в России волонтеры. Искольники приходят, помогают. Им дается там участок. Они могут огород себе там сажать. Проводят всякие испытания. И вот. Вот козочки. Да, мари, козочки. А, какая прелесть. Там кролики, где мы были только что вместе. Ну все, мы погуляли. Дженни замерзнут, пойдем домой. Мы быстро сбежали от животных. Сейчас заметила, что у Женьки холодные ручки. Бегом побежали домой. Погода, скажи, обманчивая. Мы думали, тепло. Потому что такое солнце ярко. Я одела только кофточку сверху. А оказалось холодно так. Мы одели еще кофточку снизу. Колготки. Забрали нашу игрушку. Купили козе бублик. И вот. Идем дальше гулять. Уйду, уйду, козе. Уйду, уйду. Мы гуляем вокруг школы. Так у нас красиво. Кстати, вот слева этот садик. Только зе. И бублик я кусаю. Да? Бублик я кусаю. Сейчас там у детей перемена. И поэтому в школе шумно. А вот и я. Я до этого сняла видео про поход к корчу. У меня получилось где-то две-тые минуты. Особо рассказывать было нечего. Но потом, когда я его сняла и прослушала, поняла, что возникло много вопросов после него. Ну, на новое видео я долго собиралась. И вот, наконец-то на прогулке мне почти лезли в голову. Я решила рассказать вам немного о нашей походе к корчу. Потому что, как я понимаю, это большая разница между Россией и Германии. Мы, как всегда, кровь никакую не сдавали, мочу мы не сдавали. По врачам мы не ходили. Мы просто пришли к одному нашему детскому врачу. Вот. Пришли к нему. У нас, перед тем, мы там сидели, ждали врача, медсестра спросила, дала пару вопросов. Встает ли она сама, ходит ли она сама, пытается ли она ходить. Потом пьет ли она с чашки, пытается ли, нет. Потом узнает ли она родителей, папа, мама, не путает ли. И берет ли она так вот пальчиком чего-то там. Показывает ли она жестами, чего она хочет. И вот. В принципе, больше вопросов не задавали. Потом пришел врач, она нас послушала, пощупала, полапала, везде заглянула, в памперс, в ушки, в носик, в горло, пощупала животик и, естественно, измерила и взвесила. Она весила, хотя разница там 200 грамм, она сейчас прибавилась. она весила на годик 8 килограмм и была 72 сантиметра. Вот. И на этом все. Мы были у врача, наверное, 5-6, не больше. Вот. Она спросила, есть ли у меня какие-то вопросы насчет того, что у меня такой ребенок маленький. Я сказала, нет, то что я вижу, что у ребенка у меня не дистрофик, она у меня пухленькая, она у меня здоровенькая. У меня есть чем сравнить, у меня сын был больной, поэтому... Да. И вот. И поэтому я сказала, что все нормально, все хорошо, и она мне подтвердила, что для моего, для роста ребенка вес вполне даже хороший. Вот. На этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч.